Территорию бывшего кинотеатра Москва перевели из зоны городских парков, скверов и бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Сделано это для того, чтобы реконструировать здания для размещения здесь Дворца Торжеств. Территорию в районе Песочни перевели в общественно-жилую зону. На земле площадью 25 тысяч квадратных метров планируется построить жилые здания эконом-класса. При этом будет благоустроена и прилегающая территория, размещены детские площадки и площадки для занятия спортом, открытая автостоянка и многое другое. Изменения в генплан Рязани внесли и в отношении дома 29 по улице Некрасова. Две функциональные зоны объединят в одну. На этом месте запланированы работы по созданию и благоустройству парковой зеленой зоны. Согласно изменениям, принятым в правила землепользования и застройки, на улице Новоселов вместо застройки многоэтажными жилыми домами создана зона городских парков. Ранее на этом месте организовали зеленую зону Маминсквер. А на платных парковках появятся бесплатные места для инвалидов третьей группы и тех, кто их перевозит. Завершилось заседание вручением почетной грамоты Владиславу Фролову, который сегодня последний раз участвовал в работе Думы в качестве депутата. Напомним, он возглавлял Рязань с января 2016 года по сентябрь 2018 года, а затем стал депутатом Рязанской городской думы третьего созыва. Однако принял решение сложить свои полномочия. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская поблагодарила Владислава Фролова за вклад в развитие Рязани. В ответном слове Владислав Фролов пожелал своим теперь уже бывшим коллегам плодотворного труда в интересах города. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.